здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать на нашем новом видео сегодня поговорим о стремительном росте который произошел вчера на американском фондовом рынке ну а перед началом напомню что не забудьте поставить лайк если вам нравится данное видео и ваши вопросы оставляйте в комментариях и так во вторник 26 мая американский рынок открылся с ростом на рост был по всем ключом индексов позитив рассматривается практически по всем начинал по всем начиная от снятия картинных мер до позитивных новостей относительно испытания новой вакцины мы с вами говорили о маловероятном в-образном восстановление но похоже что теперь уже оперирую фактами мы можем сказать что она состоялась похоже на то что май будет достаточно позитивным однако ложкой дегтя может стать обострение отношений сша и китая во вторник трамп сообщил что к пятнице администрации подготовит ответ для китая поэтому пятница может быть очень интересной поэтому сейчас мы фактически видим то что рынок восстанавливается конечно остается вероятность и второго снижения если появится вторая волна распространение коронавируса если отношение с китаем обострятся это все может повлиять на негативную но пока пока рынок отыгрывает меня позитив также я хотел для меня в рамках нашего данного выпуска показать также дополнительный счет счет инвестиционный который открыт в адмирал маркетс на котором я собираю портфель из акций сейчас я собираю портфель из дивидендных акций и тоже хотел вам показать то что сейчас практически все эти акции отросли какие-то акции я покупал в марте как например компания и тнт и exxon mobil и на people's united financial и сейчас фактически данные компании уже вышли на те уровни которые были до начала марта exxon mobil но фактически торгуются на локальных максимум за последние несколько месяцев а people's united financial то есть финансовый сектор пока он вчера выглядел очень позитивно для всех в принципе компаний но в данном случае данная компания дивидендный аристократ она пока не дотянула до тех уровней которые были как раз в конце марта но входил я достаточно высоко все таки также archer daniel's midland выходит в плюс эти покупки совершал уже в прошлом месяце также компания rtx пока не вышла на тот максимум по которому я ее покупал также в конце прошлого месяца но и покупка этого месяца то есть покупка в мае green boots alliance также выходит в плюс и сейчас вот мы видим то что фактически это все дивидендный аристократ то есть компания которые не айти сектор а реальный сектор и в принципе здесь очень интересен тот позитив который сейчас появляется на фоне как раз восстановления данных компаний ну а кстати если вам интересно также следить за покупкой данных акций то я рекомендую подписаться на канал profit factor где как раз я рассказываю о своих покупках которые я делаю на инвестиционном счете admiral markets ссылку на данный канал также оставлю в описании к этому видео ну а теперь давайте переключимся на счет для который я использую непосредственно для трейдинга поменяю профиль на тот который мне необходим и давайте посмотрим сейчас что происходит на валютном рынке и в целом уже на также на рынке фондовом по евро доллару мы все еще продолжаем движение вот в данном боковом канале здесь я также для себя попробую искать продажи так как пока у нас боковик данные удерживаются покупки вчера я на открывал до открывал по 1 0 9 16 но не дожидаясь локального макс то есть не дожидаясь монотек профита закрыл вчера практически перед зак окончанием торгового торгового дня вышел по рынку то закрывал сделку руками сейчас мы видим все таки началась какая-то небольшая коррекция но в целом то здесь я вполне вероятно как раз снижение которое здесь я тоже для себя попробую отторговать ну опять же зависимости от того как она будет сформирована если мы сегодня там упадем сразу же там на 1 0 8 конечно вот вряд ли я успею войти в эту сделку но в целом меня в целом вот это движение боковике явно я планирую также отыграть то есть если мы появится сигнал на продажу то есть я войду с целями снижения до 1 0 7 и обратно это 1 0 7 буду уже покупать а по британской валюте сейчас мы видим вероятность восстановления как раз уже восходящего движения по данному активу был нащупан минимум в области 1 20 сейчас формируется тенденция восходящего из продаж я вышел вчера до сделку также закрывал руками в покупке не вошел так как цена достаточно быстро ушла вверх и ну хорошей точки для входа не было то есть можно было входить по той же точке для входа но в принципе потенциал движения ожидал на 1 22 90 он был конечно вы же то есть часто по факту я уже вижу но на тот момент сделка точка была для входа не очень комфортно и поэтому в принципе здесь а также у нас может сформироваться волна коррекции вот по завершении данной коррекции тоже для себя не рассмотрю уже непосредственно покупки пара американский доллар канадский доллар продолжает все-таки движение вот в данном нисходящем тренде который у нас сформирован а сейчас он только начинает ускоряться мы закрепились ниже отметка 1.3849 и фактически сейчас находимся также на критических уровнях по данным инструментов вполне вероятна коррекция с которой уже также было бы интересно заходить на продажи но наверное не сейчас потому что цена уже упала достаточно сильно поэтому здесь нужно дождаться коррекции да в том числе и по часового таймфрейма а по паре американский доллар японская иена здесь у нас сохраняется движение восходящее фактически покупки здесь пока остаются в приоритете на текущий момент вот с точки зрения часового таймфрейма мы видим торговлю в боковике по доллар иене они очень часто бывают ну и вот собственно сейчас вот эта ситуация она лично для меня непонятно поэтому и не торгую пока пока наблюдаю в целом пока рост у нас здесь сохраняется но вот ближайшие уровни за которыми я бы следил это примерно 107 31 если закрепляемся ниже данного уровня это как раз минимум прошлой неделе то сможем говорить уже о начале коррекционного нисходящего движения по австралийцу сохраняется движение восходящий но также набирает оборот то есть то чем мы говорили сохраняется восходящий тренд и приоритет также покупок он а у нас по австралийцу остается а к сожалению опять же был слишком стремительный рост то есть я ставил отложенные ордера но цена не дошла до моих отложенных ордеров поэтому этот рост прошел без меня но ничего страшного буду искать возможность зайти уже на другие коррекции которые могут произойти соответственно по новозеландцу также из продаж которые я открывал на коррекции я вышел движение восходящего подтвердилось вышел я с небольшим минусом так как закрывал тоже сделку руками стоп лосса у меня стоял за локальный максимум но понятно было что здесь уже дожидаться его смысла не было поэтому выходил сделки руками поэтому сейчас я также ожидаю для себя коррекцию после которой буду комфортно также набирать позицию на вход возможно также сыграть контур трендово опять же зависимости в зависимости от того какой будет сигнал на вход и как когда он произойдет то есть на каких уровнях меня это случится а вот золото продолжает снижаться уже новый минимум мы видим и сегодня продолжает золото снижаться но вероятно уже меньше становится интересен данный актив связи с возвратом аппетита к риску непосредственно фондовый рынок то есть фондовый рынок растет инвесторы начинают перекладываться уже из актива убежища какой является золото уже непосредственно в акции которые сейчас растут и довольно таки быстро поэтому по золото мы видим коррекцию собственно вполне вероятно что если будет какой-то дополнительный негатив по фондовому рынку то обратно отскок золота мы увидим но скорее всего пока будем планомерно снижаться возможно с каких-то уровней там 1600 1650 мы будем планомерно двигаться или будем видеть движение в боковике а индексы обновляют локальные максимумы а индекс даст то есть тоже который я пробовал вчера продавать но продал я его буквально очень небольшим объемом и на тот случай если цена отобьется от уровня сопротивления на одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре риск был оправдан так как потенциал прибыли был ну гораздо гораздо выше но в данном случае то сделка сработала в на убыток из нее вышел собственно сейчас восходящее движение здесь продолжилось поэтому опять же поиск покупок здесь будет в приоритете но пока здесь я нахожусь не рынка то же самое по S&P 500 пока мы торгуемся чуть ниже максимальных значений которые были сформированы вчера вполне вероятно что сегодня мы увидим перехай новый локальный максимум по индексу S&P 500 если все-таки этого не произойдет и мы не сможем закрепиться ниже уровень 2985 то здесь S&P 500 я пожалуй продам да небольшим объемом да небольшим риском но попробую его продать еще раз на тот случай если будет еще одна волна коррекции с которой я уже буду ее непосредственно откупать то есть ну вот попробую сыграть на контр трендово но потом обратно переносить покупки ну и как я сейчас показывал то все-таки моя основная идея это на рост фондового рынка то есть на отдельные акции и в целом как раз шорт S&P 500 он может как раз нивелировать то снижение то падение которое может быть ситуативно а нефть у нас пока возобновляет рост то есть мы видим а вчера видели также новый локальный максимум и нефть марки Brent продолжает расти и WTI тоже растет здесь я тоже открыл сделку ну вот буквально за несколько за пару минут до начала записи данного видео то сделка также спекулятивно от области поддержки на 33 фьючерс WTI отбивается здесь я открыл сделку как раз при минимальных значениях ну с целями до 3460 то есть ну вот такая спекулятивная сделка внутри дня посмотреть как она будет реализовываться то есть понятие сейчас мне кажется что это довольно таки интересно даже можно посмотреть чуть меньший таймфрейм собственно сейчас вот это движение здесь может выглядеть довольно таки интересно то есть нашли область поддержки от нее отбиваемся и собственно сейчас вот это движение начинается стоп лосс у меня стоит за минимумом в вчерашнего дня вчерашней торговой сессии поэтому была возможность также войти достаточно близко к этому уровню чтобы ну вот двигаться в этом направлении поэтому вот сделка по нефти которую сейчас я открыл но это опять же внутри дня то есть это дополнительные какая сделки которые я надо на данном счете буду реализовывать и буду о них рассказывать ну как ситуация дальше повернется уже посмотрим непосредственно в следующем в следующем видео ну а на сегодня это все я думаю что пятница может быть довольно таки активной будем ждать что же скажет трамп как обычно как ну как последние пару месяцев пятница может закрываться достаточно негативно для фондового рынка но тем не менее посмотрим что скажет трамп и насколько это может обострить отношения китая и сша и собственно как это повлияет на фондовый рынок всем желаю хорошего торгового дня всем спасибо за внимание и до свидания